Сегодня я хочу обсудить с вами одну из самых важных тем гериатрической практики, да и вообще одну из самых важных тем, которые можно обсуждать, обсуждая старение. Это тема падения. Сегодня, наверное, нет уже ни одной семьи, в которой бы это не случалось. Сегодня, даже если не было самого падения пожилого человека, то явно слышали о каких-то тяжелых последствиях, о том, что в течение полугода, как правило, заканчивается жизнь у пациентов. Это та тема, которая сегодня нас очень волнует, потому что та эпидемиология, которую демонстрирует проблема падений, она удивляет. Огромное количество, тотальная распространенность, особенно в популяции старше 80 лет, каждый падает ежегодно. И мы понимаем, что если кто-то подумал заранее о том, как этот пожилой человек упадет, тогда, может быть, последствия падения станут меньше. Но если это падение произошло у человека, который никогда не слышал о том, что надо сделать для того, чтобы не упасть, и что надо сделать для того, чтобы упасть наиболее безопасно, это незавидная судьба. И это еще демонстрирует одна эпидемиология. Сегодня, пожалуй, не существует ни одной другой медицинской проблемы, в которой вот так бы возрастала смертность. Это удивительный факт. Удивительный, потому что мы никогда не расценивали падение как медицинскую проблему. Мы это могли рассматривать с точки зрения безопасности окружающей среды, с точки зрения экологических факторов. То, что зимой на гололедице падает большее количество пациентов, в том числе большее количество пациентов пожилого возраста. Однако представить себе, что такой рост летальных ислуходов после падения будет очевиден в наши последние 10 лет, представить себе никто не мог. Вы знаете, на самом деле тоже мы понимаем, и на уровне, наверное, медицинской интуиции, что целый ряд соматической полиморбидности пациента и является тем фоном, который приводит к увеличенному риску падения у пациентов. Понятно, что это может быть анемия, что это могут быть нарушения ритма сердца, это могут быть реакции ортостазма, это понятно. Но в Америке шли по пути коррекции лишь только соматической полиморбидности у пациента с целью снизить риск падения. И в некоторых штатах, в некоторых клиниках ввели медицинский протокол, включающий абсолютно адекватное достижение целевых показателей по соматической полиморбидности. И прианализировали ситуацию за 10 лет. И оказалось, что только подход с точки зрения оценки соматического статуса пациента этого недостаточно для того, чтобы снижать риск падений. И все причины, они очевидны, однако есть еще что-то. Конечно, на поверхности еще лежит тот большой список лекарственных препаратов, которые получают пожилые пациенты. Это сколько? Это может быть и 7, и 8, и среднее число в домах для престарелых 10 лекарственных препаратов, которые получает пациент. Среди них зачастую бывают антидепрессанты, другие психотропные препараты, те, что используются зачастую как снотворное лекарственное средство. Все они, конечно, связаны с высоким риском падений. И одна из ведущих задач в снижении риска падений – постараться отменить эти лекарственные препараты, поговорить с пациентом, перестроить его на немедикаментозные методы коррекции тех или иных состояний, для которых мы отменяем лекарственные препараты, но обязательно добиться максимальной отмены того, что может увеличивать риск падений. Однако принципиальное значение в снижении риска падения имеет работа мультидисциплинарной команды или в случае отечественной системы здравоохранения – решение вопросов консультирования больного. Что это за консультации? Самые важные – это те консультации, которые будут связаны с коррекцией сенсорных дефицитов, в первую очередь с нарушением зрения и, во вторую, с нарушением слуха. И это же очевидно, что нарушение зрения вследствие макулодистрофии, вследствие катаракты, вследствие снижения остроты зрения – все это самые важные факторы, которые позволяют полностью ориентироваться пациенту в пространстве, поддерживать свой баланс и не упасть. И нужно сказать, что вот так случилось, что у нас зачастую к осмотру, к оценке остроты зрения подходит очень формально. У пожилого человека это должна быть одна из самых серьезных диагностических интервенций, это должно осуществляться ежегодно, равно как и проверка слуха. Вторая, не менее важная проблема для пожилых пациентов с точки зрения падения – это является комфорт его ног. И тогда, когда есть дискомфорт, тогда, когда есть болезненные ощущения, это требует консультации специального врача, который называется подолог. К сожалению, пока у нас эта профессия не столь широко распространена, но в связи с развитием гериатрической службы в целом, я думаю, что в ближайшем времени этот врач появится в виде отдельного специалиста, и который чем будет заниматься? В первую очередь, это стабильность у голеностопного сустава. Очевидно, что в определенных ситуациях подворачивается голеностопный сустав, это является поводом к падению. Так пожилому пациенту при наличии определенных симптомов и рисков для нестабильности сустава можно рекомендовать специальную обувь, которая фиксирует голеностопный сустав, равно как и выяснить, какие гериатрические проблемы есть у пациента с топой, какие есть деформации пальцев, деформации стопы, развитие нивлютивного плоскостопия, для того, чтобы специально подобрать индивидуально для пациента те приспособления, которые позволят ему не испытывать дискомфорта в стопе. Еще один очень важный момент – убедить пациента при необходимости пользоваться индивидуальными средствами малой реабилитации для поддержания активности, для поддержания социальной реализации пациента. Я знаю, что очень часто мы слышим от пациентов, я не буду использовать ходунки, я не буду использовать палки. Это подчеркнет мой возраст, это люди будут плохо обо мне думать. Меняйте мировоззрение пациентов, говорите о том, что когда вы идете в магазин с ходунками, накладываете в корзинку продукты, люди окружающие, которые видят вам, испытывают большее к вам уважение, потому что вы стараетесь сделать все, чтобы использовать собственные силы и не беспокоить семью, социальные службы и так далее. Это большая гордость, радость и уважение к людям, которые, несмотря на трудности, связанные с возрастом, преодолевают их путем использования средств малой реабилитации. Важнейший момент в профилактике перелома в шейке бедра – это является рекомендацией по использованию специальных протекторов бедра. Именно эти мягенькие подушки, которые обеспечивают амортизацию во время падения, я уверен, спасли намного больше пациентов, нежели вся сумма антиостеопротических препаратов. Именно эти подушечки позволяют самортизировать ситуацию падения на бедро и позволить сохраниться целостности шейки бедра, то после чего крайне высокая смертность уже в течение первого года после случившейся катастрофы. Несомненные специалисты, которые должны участвовать в мультидисциплинарной бригаде, которая работает для снижения риска падения – это врач-гинеколог-куролог. Потому что вот те интимные проблемы пожилых мужчин и женщин, у женщин связанные с недержанием мочи, у мужчин связанные с ночной палакеурией, когда они вынуждены в связи с позывами встают за 5-6 раз за ночь, естественно, в темноте, идя до туалета, они не сильно сконцентрированы. Это во время сна высокий риск упасть. У женщины, когда она беспокоится о своей гигиене, пытается уединиться, начинает нервничать – тоже высокий риск упасть. При том, что непродолжительные оперативные пособия позволят решить эту проблему однозначно. Невролог – это тот специалист, который должен решать проблему когнитивных нарушений. И мы сегодня очень уверены на основании больших доказательных исследований, что именно когнитивные нарушения зачастую бывают непосредственной причиной, почему упал пожилой человек. Поэтому выявление нарушений памяти, диагностика болезни Альцгеймера, коррекция сосудистой деменции представляется сегодня основной проблемой в снижении риска падения. Нарушение сна, когда весь организм измотан, когда снижается внимание, актуализация у пациентов равна, как и другие проблемы, может увеличивать риск падения. Подбор соответствующей терапии, желательно не связанный с назначением антидепрессантов и бензодиазепинов, является преимуществом в коррекции нарушений сна в пожилом возрасте. Имеет большое значение дать советы пациенту, как ему обустроить свой дом, свою квартиру, свою спальню, свой туалет для того, чтобы минимизировать риск упасть дома. Это в первую очередь необходимо убрать. Я показываю вам картинку, как пример наоборот того, что не должно быть у пациента, у которого есть риск падения. Нужно убрать все с пола, убрать ковры, убрать провода, сделать беспороговую среду, постараться в ванной комнате установить поручни, установить все те средства, которые необходимы пациенту для поддержания баланса. Социальная изоляция является главной причиной, по которой пациенты, упав, не могут даже сообщить о том, что у них произошло падение, и они вынуждены могут пролежать и сутки, и двое дома, до прихода следующего, прихода социального работника или какой-то соседки, которая случайно и даже не планированно зайдет к этой пациентке. Конечно, социальная изоляция – одна из самых главных порогов и проблем, которые необходимо решать в профилактике падений. Но и в 21 веке уже неудобно не использовать современные технологии. Профилактики падений что это? Это, конечно, тревожные кнопки. Это те группы быстрого реагирования, которые по одному сигналу уже в течение часа будут находиться у пожилого человека и предпримут весь ряд превентивных мер, при необходимости госпитализируя для того, чтобы минимизировать тяжесть последствий. Ну и, конечно, дистанционный мониторинг с использованием смартфона нужно все шире и шире внедрять в практику ведения гериатрических пациентов. Но на самом деле, когда задумываешься, чем мы можем еще поддержать пациента и снизить это риск падений, то приходишь к мысли про то, чтобы проанализировать, а что же из физического статуса пациентов имеет большое значение для последствий, для тяжести последствий падений. Так вот, большие исследования показали, что наибольшая смертность у пациентов, у которых сочетается саркопения и остеопения, и нам становится понятно, что лечение остеопороза и саркопения, которые, между прочим, сегодня признаны одной из самых главных причин увядания организма, являются ключевыми патогенетическими методами коррекции, направленной на снижение риска падения у пациента. Что такое коррекция саркопении? Нам понятно, с остеопорозом, назначение антиостеопоротической терапии, комбинированных препаратов кальцио-витамином D, то саркопения – это в первую очередь физические нагрузки. Это лечебная физкультура, которая связана, с одной стороны, с тренировкой баланса, а с другой стороны – с тренировкой выносливости мышц. Это простые упражнения, которые предусматривают нестандартные шаги, шаг наверх на неустойчивую поверхность, попытку удержать баланс на одной ноге. Из общих на выносливость – это может быть любой спорт в воде, акваэробика, методы акваэробики. Это лечебная ходьба, скандинавская ходьба, которая стала сегодня столь популярной. Безусловно, адекватное потребление белка – это тот фундамент основной, который позволит процессам нормального метаболизма в мышечной ткани превалировать над процессами катаболизма. А потребление 1,2 грамма на килограмм массы тела является ключевым аспектом профилактики лечения саркопении. Исследования последних лет показывают и демонстрируют нам большую роль витамина D3. Есть исследования, которые изучают только роль витамина D3. Те, кто изучает комплекс протеина, витамина D3, еще, например, лейцина. И везде это оказывается выигрышная ситуация. То есть в обеспечении снижения риска падения нам необходимо продумать о витамине D. Витамин D – это тот натуральный гормон, который позволяет тормозить системные воспаления. Он связывает один очень тонкий белок транскрипции внутри всех клеток нашего организма, приостанавливая его переход в ядро и тем самым влияя на интенсивность воспалительных реакций. Вы знаете, я вам хочу показать фундаментальный эксперимент, в котором создали условия абсолютного дефицита витамина D. У одной из сестер-близняшек лабораторных мыш, которые должны жить порядка 3-3,5 лет. Так вот, у той мышки, у которой создали условия абсолютного дефицита витамина D, уже к 8 месяцу развились все болезни старения, и она умерла. И это фундаментальное исследование показало нам, какова сегодня роль витамина D в увеличении продолжительности жизни, с одной стороны, и, с другой стороны, в снижении интенсивности и тяжести болезни ассоциированных возрастов. Тем более, что витамин D с возрастом, его синтез в коже падает, поэтому рассчитывать только на натуральные источники нам не приходится. Мы, конечно, должны обсуждать дополнительное потребление витамина D3, и из больших доказательных исследований мы знаем, что мы снизим на 17% риск падений и на 26% риск преломов. Это большие цифры, недостижимые для другой какой-либо лекарственной терапии в этой проблеме, и мы с уверенностью можем говорить о том, что именно регулярный прием витамина D3 позволяет снижать риск падения у пациентов, увеличивать продолжительность жизни. Это доказано в исследовании, в котором проанализировали 70-70,5 тысяч пациентов, и мы знаем, что мы должны назначать минимум 1000 международных единиц в сутки, максимум 2000 у пациентов с остеопорозом и с избыточной массой тела, и рекомендовать пациентов длительный, практически безостановочный прием витамина D. Встает вопрос, какую форму витамина D назначить пожилым людям. В моей практике был случай, когда я пришел смотреть пациентку и спросил, вы принимаете витамин D? Она говорит, а как же, доктор, о нем сегодня много говорят. Я говорю, а в какой дозе вы принимаете витамин D? Она мне отвечает, ложку. Я сразу не понял, растерялся, говорю, как ложку? Она говорит, понимаете, я когда капаю из пузыречка, я вижу только тогда, когда ложка полна. А попали туда капли или не попали, если это будет несколько капель, я не увижу. И я понял, что как раз-таки растворы витамина D, наверное, это не самая удобная форма приема для пожилых людей. Таблетированный витамин D будет наиболее целесообразен и с точки зрения влияния на нозологическую проблему, и с точки зрения безопасности приема и, в частности, возможности передозировок. Продолжение следует...